доброго времени суток друзья приветствую всех на канале razon game и сегодня мы с вами зайдем на один из проектов на базе игры gta 5 расположенном на мультиигровой платформе rage mp называется сей продукт social project и он находится в открытом доступе я если честно не очень сильно разобрался в о бт он или нет потому что первые упоминания о том что о бт было открыто еще два месяца назад а вот о том что она продолжается или уже закрыта или это уже релиз я что-то не разобрался но тем не менее проект открыт на него можно зайти и можно на нем поиграть начинаем как всегда с меню персонализации выглядит все неплохо но надо сказать что только выглядит это все неплохо по настройкам но я бы сказал я видел и лучше настроечки очень мне не понравились во первых приближение удаления и вообще вот все манипуляции с персонажем выполнены каким-то странным образом он то ли удаляется то ли крутится вокруг ну очень очень неудобно сама персонализация тоже выполнена каким-то странным образом сначала мы начинаем с прически конечно можно там начинать с конца списка но если начинать как как положено сверху то начинаем почему-то с прически и там уже потом идут нос губы там и все остальное ну в общем странно выполнено мнение она не понравилась еще расскажу что выглядит прикольно а вот как механика но работает мне совсем не понравилось и приближение удаления все работает как-то дум не особо интересно не особо удобно но и настроечки мне тоже не особо понравились настройки сделаны очень дергана то есть когда мы вводим ползунки вправо влево персонаж очень резко меняется тоже какой-то вообще надо сказать что вот в дальнейшем посмотрим на проекте очень много резко дергается какие-то вот никак такое впечатление что разработчик не умеет делать плавность движений ну в общем вот такое вот меню выполнено визуально симпатично а вот что касаемо механики взаимодействия мне очень не понравилось ну и давайте наверное уже создадим своего персонажа к обзовем его и будем заходить на проект правда при заходе на сам проект мы можем увидеть все то же самое что я показывал например на проекте divine roleplay который недавно показывал который кстати расположен точно на такой же сборочки ну вот мы и появились в аэропорту естественно кстати прикольно сделано . появлением к сожалению на втором этаже но вот в таком вот уютном закоулочки из которого надо выйти ну а затем спуститься вниз и тут приходит понимание того что мы пришли на еще один клон но этот клон стоит на сборке dead net в отличие от большинства которые выбирают red age великому сожалению это не самобытный проект это переделаны перекрашенный вот как вы видите например по карте до добавленного такая вот текстурированная карта но и в общем то здесь все от менюшки там мы все заставочки все вот немножко перелопачена подкрашена а по сути это обычный dead net но что есть то есть в общем то будем рассматривать то что разработчики сделали на этом проекте и первое что бросается в глаза здесь нету никакого бота зато выскакивает вот такие вот таблички которые показаны сейчас стрелочкой они разъясняют вам о том что вам надо делать первым делом к сожалению это работает не очень корректно ну а почему не очень корректно покажу чуть позже зато плюсом этой сборке является то что здесь огромное количество арендных точек то есть бегать как на том же редэйджи если еще к тому же переделанный редэйдж и переделаны не очень грамотно вам надо будет очень много бегать потому что аренды нету нет на этой сборке с точками аренды все в порядке я подошел взял арендованный велосипед к сожалению мне нужно было выйти но после того как я перезашел буквально минут через 15 я оказался почему-то вот в этом вот месте уж не знаю как это случилось то ли это рандомное появление здесь на этом проекте то ли это шутки администрации не знаю вышел я в аэропорту а когда зашел опять в игру оказался в поле то бэй ну это вот как раз тот самый случай когда можно еще раз похвалить сборку за то что в ней очень много точек аренды поэтому даже оказавшись поле то б я не побежал бегом как это на кривой редэйджи сборки например когда люди удаляют зачем-то арендованные точки здесь я нашел быстренько точку аренды и подвинулся по заданию и вот тут тут есть небольшой такой вот несостыковка что лет те вот таблички которые я показывал вам в аэропорту они так и будут всплывать а вот когда мы подходим к этому боту и npc кевину он рассказывает немножко о другой системе которая работает через f8 вот видите сейчас опять выскочили эти таблички но кевин нам рассказывает о том что можно воспользоваться клавишей f8 и там будет другое разъяснение и вот это разъяснение которое работает на клавишу f8 работает хорошо а вот эти вот таблички которые выскакивают слева они будут преследовать меня по на протяжении всей игры потому что если вы не будете соблюдать то что там предписано то есть зайти в меню выбрать gps нажать проложить маршрут добраться до точки куда вы проложили маршрут то это задание не задействуется я просто открыл карту и нажал себе точку маршрутом мэрию а не так как было написано в табличке и таблички это не засчитали поэтому они будут выскакивать на протяжении всего видео а то что написано на клавишей f8 работает четко ну и проходим в мэри ну а далее все как на дэднетовской сборки вам надо зарегистрироваться приобрести какие-то лицензии если они вам нужны тут же можно оформить и пенсию опять то же самое что и было на дэднете только вы можете заметить что как я и сказал эта попытка раскрасить уже старую сборочку под новые цвета вот меню выглядит вот таким вот образом она вообще никак не похоже на дэднет но тем не менее все все меню все вот взаимодействие все взяты оттуда здесь же берем и устраиваемся на работу на работу можно устраиваться как через меню в мэрии так и через gps есть вариации какие есть работы какие-то можно брать через gps какие-то надо обязательно приходить сюда в мэрию и устраиваться здесь понять это достаточно сложно но в принципе когда вы здесь проведете какое-то время уже в этом сами начнете разбираться то есть если там есть работа и написано компания в которой вы работаете то надо ехать в мэрию и устраиваться как бы в эту компанию и потом уже работать если нету название компании то это значит прямая работа на которую вы можете прямо через gps устроиться и ехать но мы посмотрим сейчас некоторые из занятий которые есть на этом проекте к сожалению здесь я вы сейчас это видели зарегистрировался тут надо как бы первый шаг сделать получить регистрацию но почему-то три раза эта регистрация у меня сваливалась я прихожу на рабочие занятия мне говорят вам надо получить регистрацию наверное это из-за того что вот конфликтуют две вот эти вот таблички то есть те которые еще начали в аэропорту выскакивать и вот это вот которую вы сейчас видите вот это вот на клавиши f8 вот это вот белая большая панелька на клавиши f8 работает хорошо и четко а вот те которые выскакивают слева они так и будут выскакивать как я и сказал если вы не следуете инструкции в этой табличке то есть вы не прокладывайте через меню м не нажимаете не вне делайте то что говорит вам это менюшка то она не засчитывает как я сказал я сам себе проложил маршрут они так как сказала мне менюшка поэтому она так и будет мне выскакивать на протяжении всего видео но вот это вот меню которое я сейчас читаю она работает четко то что здесь написано без разницы каким образом вы это сделаете лишь бы вы сделали то что вам какое вернее задание вам дается то здесь все описано делайте то что написано на табличке безвязи каким образом вот на этой белой табличке имеется ввиду и все как бы задание значительно я сделал четыре шага вот из этой вот из этих вот заданий а эти таблички так и выскакивают и выскакивают и выскакивают которые в левом нижнем углу вот такая вот здесь система и не очень корректно она работает да в общем-то и бог с ней как говорится до скорость это не влияет. Все равно задания засчитываются, но только что на нервы действуют эти выскакивающие таблички. А делать все еще раз так, как там написано, желания не было никакого. Мне они особо не мешают. Выскакивают и выскакивают. Хрен с ними. Продолжаем движение по этому проекту и идем на первое рабочее занятие. А это рабочее занятие строитель. И я уже неоднократно его показывал. Такой заезженный скрипт на работу строителя еще к тому же не очень корректно оно сделано. Я уже как-то говорил и показывал и бомбил на это рабочее занятие. Оно мне не нравится. И я всегда говорю, что скорее всего разработчики сами не тестируют то, что они вводят. И это яркий пример. Минусами этого рабочего занятия я считаю, что неправильно расположены точки взаимодействия игрока с рабочим занятием. Они разбросаны просто от балды. Мало того, что от балды, так еще и на разных уровнях. То есть точки взаимодействия отделяются точки взаимодействия четырьмя этажами. Одна может загореться внизу точка. Вы бежите туда вниз взаимодействуете. Проходит какое-то время. Следующая точка рандомно может загореться на четвертом этаже. И вы бежите на четвертый этаж взаимодействуете. Следующая точка загорается на первом этаже. И опять вам надо преодолеть четыре этажа, чтобы спуститься. Плюс огромное потраченное время на то, что вот вы сейчас видите, как работа здесь устроена. И если в предыдущих рабочих занятиях вот этих, вот этого вот скрипта, я говорил, что ну там озадачивается вот этим вот беготней. Вы устаете просто, ну вам не отдохнуть как игроку. Вам действительно придется работать. Может быть даже на реальной стройке вы бы не так устали, как будете бегать здесь. Потому что задействованы все пальцы, все, ну все конечности. Глаза, все задействовано. Вы действительно работаете. Вы не отдыхаете. Вы не получаете удовольствие от этой работы. Вам приходится бегать туда-сюда. Так вот на этом рабочем занятии еще и повесили вот это вот флеш на ставку сверху. Где вам надо будет периодически, когда полоска достигает зеленого уровня, жмыхать на пробел. Ну я считаю, что это вообще лишнее. И так-то рабочее занятие не из легких. Так еще и зачем-то повесили сверху вот это вот флеш занятие, которое вообще нисколько дней придает интереса тому, что вы сейчас видите. Ну и никто не отменял вот эту беготню. Как я всегда и говорю. Ну зайди ты и попробуй. Поиграй вот в то, что ты предлагаешь играть игрокам, которые к тебе приходят. Поиграй сам, побегай, и ты поймешь, что ну хрень это какая-то. Естественно, я долго на этом рабочем занятии не задержался. И еще меня очень сильно удивило то, что, во-первых, на самой классической деднентовской сборке есть хорошее, в принципе, хорошо выполненное рабочее занятие. Я даже показывал его. Рабочее занятие строителя, когда вы подъезжаете, выбираете инструмент, идете либо варить, либо стучать, либо работаете с отбойным молотком. И точки поставлены прямо в метре друг от друга. Вы просто делаете один шаг и взаимодействуете. Делаете один шаг, взаимодействуете. Я также показывал проект, где человек просто увеличил эти точки для того, чтобы было легче качаться. Ну а то, что представлено вот здесь, вот эта вот беготня с первого на четвертый этаж, по одной точке надо, да еще вот эта долбежка по клавиатуре, ну хрень какая-то вот, если честно. Зачем менять то, что хорошо работало на какое-то, извините меня говно. И переходим к следующему рабочему занятию, а это мойщик стекол. В общем-то, тоже такой распространенный скрипт, который очень часто встречается. В прошлой версии, которую я показывал, которая у меня сейчас на памяти, там было просто анимация. Подходим, взаимодействуем, смотрим анимацию, бежим дальше. Подходим, взаимодействуем, смотрим анимацию, бежим дальше. Я там говорил, что зря сделали вот так опять разброс точек. Первый этаж, второй этаж, первый этаж, второй этаж. Как дурачок прыгаешь вниз-вверх. Но даже то занятие, где я бомбил на это, кажется очень простым по сравнению с этим. Здесь, как вы видите, опять повесили вот эту флеш-хрень сверху. Помимо того, что вам надо будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз, вам еще вот надо вот этой вот флеш-хренью заниматься. Но и вот тут как раз опять о том, что авторы не умеют работать с плавностью. Очень, как вы сейчас можете заметить, эта штука баганая. Я не знаю, в какой момент это вот пятно грязи какое-то, да, оно вообще куда-то уезжает влево таким вот дерганым способом, потом возвращается. Я не знаю, что я такое делал, но она вот таким вот образом почему-то у меня иногда получалась. Если, ну, ничего, в принципе, вообще ничего не делать, просто вводить вправо-влево, работает конкретно, четко. Но если там чуть-чуть вправо ты руку уведешь, то это пятно почему-то уезжает куда-то вот таким вот образом, а потом возвращается. Ну, и в принципе, зачем? Ну, вы считаете серьезно, что вот это как раз таки то, что игрок хочет видеть, что вот не наигрался в другие игры, ему хочется зайти и вот потереть это тряпочкой по монитору, что ли? Ну, я не знаю, зачем. Сама анимация здесь есть, на которую игрок может просто, зайдя на триггер, посмотреть, да, вот, ну, понимаете, игрок, он не есть игрок. Он не хочет работать, он хочет играть. А здесь вы заставляете игрока работать, реально работать. Ну, да, здесь, конечно, никак настройки, здесь столько манипуляций делать не надо. Но все равно, зачем это? Интереса это, ну, никакого не добавляет игре. Как это было, вот такое задротство, так оно и осталось. Ну, в общем, вот такое вот рабочее занятие, которое здесь решили, вот как я и сказал, что еще одна попытка раскрасить Детнет. Ну, вот таким вот не очень, мне кажется, удачным способом здесь Детнет раскрасили. Ни хрена себе, 250 тысяч? Угу. Все, будь здоров, Кентик. На хорошую жизнь. Спасибо, удачи. Ну, и вот, друзья, наверное, вы поняли, подлетела какая-то машина. Во-первых, сначала ребята начали мне предлагать ввести какой-то промокод. Я сказал, что я не заинтересован, что я, может быть, ненадолго. Поэтому отказался от промокода. Тогда они просто дали мне 250 тысяч и уехали с пожеланием добра. Спасибо, конечно, ребятам, но не стоило, не стоило так заморачиваться. Ну, а мы переходим к следующему рабочему занятию, которое здесь есть. И вот опять давайте обращаться к изначальной, стоковой или стандартной изначальной версии Детнета, на которой было рабочее занятие строителя, где надо было идти в машину, брать инструмент, и там, в общем-то, было все то, что здесь раздробили зачем-то и сделали вот в таком вот виде. Сама изначальная сборка Детнет, на мой взгляд, она даже учит неопытных разработчиков, мне так кажется, тому, как должно устроено быть рабочее занятие. Так вот, на Детнете не было разброса точек, а здесь оно есть. И никакой флеш-накладки сверху, конечно же, тоже не было. Игроку предлагалось просто полюбоваться со стороны на то, как его персонаж трудится. И, на мой взгляд, это было самое лучшее решение. Здесь же это рабочее занятие раздробили. Раскидали точки, хрен знает как. Вот мы на этом рабочем занятии долбим две точки в одном конце туннеля, а потом бежим в другой конец туннеля и долбим еще две точки. Потом эти точки перекидываются в другой конец туннеля, и вот таким вот образом игрок бегает, тратя свое драгоценное время, которое он пришел потратить на вашем проекте. Обращаясь к начальному, к начальной версии Детнета, но ведь там же было хорошее рабочее занятие, которое от игрока не требовало огромного количества времени, где точки были расставлены рядышком друг с другом, и никакой флеш-накладки там не было. Ну зачем вы все усложняете? Вот мне никак не понять. Ну зайдите, серьезно, вот зайдите, разработчики, поиграйте вы в то, что вы предлагаете. И вы же сами уже поймете, что вы вот этим вот просто воруете у меня время. Ладно, идем дальше. Ну и так как на меня свалилась какая-то сумма денег, то пойдемте сразу же посмотрим себе какую-нибудь машинку, ну и заодно посмотрим. Начнем, естественно, да, наверное, и закончим бюджетным сегментом, представленным на этом проекте. Конечно же, этот магазин всем новичкам интересен в первую очередь, поэтому я всегда его и показываю. Именно бюджетный сегмент на проекте. Заметьте, как дерганно поворачивается машинка. Это вот опять к тому, что, ну, не умеют, видимо, настраивать плавность. Очень дерганно крутятся машинки, причем все, во всех магазинах. Даже летная техника крутится вот так вот дерганно. зато здесь хоть и нету какого-то меню связанного с автомобилем, да, никаких-то показателей скоростных, там может быть какая-то вместительность багажника, ничего нету. Зато мне понравилось, какое здесь количество цветов представлено покупателю. Ну, практически весь сегмент цветов здесь есть. Я не знаю, что будет там в кастомизации, если туда заехать. Там вообще, наверное, не осталось никаких цветов, но цветов просто обалденное количество. Вся, вся, наверное, палитра представлена вам, пожалуйста, выбирайте любой. Не как это обычно делается, там 3-4 цвета вам предлагается в автосалоне, а дальше, если хотите перекрашивать, вам надо ехать и кастомизировать свою машину. Нет, здесь прямо в изначальном варианте вы можете выбрать, ну, практически любой цвет. Следующее, огромное количество машин. Да, это бюджетный магазин, и здесь, я так понимаю, все стоковые машины собраны. К сожалению, они стоят не по порядку, не по цене, не по мощности, не по скорости, ну, никакого порядка нет. Обычный, рандом, и тыркать придется очень много. Для того, чтобы подобрать себе машину, придется потыркаться, ну, приличное количество времени, потому что машин много. А выбрать ту, которая вам подойдет по вашему кошельку, ну, не так-то просто, потому что они, вот, есть и за 200 тысяч, рядом тут же, за 2 тысячи, следующая может быть за полмиллиона, ну, и вот такой вот разброс. Не знаю, вообще, реально ли настроить, я так думаю, что все-таки реально настроить, например, машины, чтобы стояли по цене, там, или по скорости, или по мощности, ну, уж как-нибудь. Но здесь, к сожалению, рандом. Но машин огромное количество, все стоковые, собранные вот прямо в этом бюджетном сегменте в магазине. Поэтому вот, такой вот у меня получился обзорчик этого магазина. Больше, наверное, показывать магазины не буду, потому что, ну, всем интересен, в первую очередь, вот этот бюджетный магазин, да, какую-то денежку наковыряли себе, на чем-то надо передвигаться, все сюда идем. Поэтому я всегда показываю именно вот этот вот начальный стоковый, так сказать, бюджетный магазинчик. Ну, а уж кому интересно будет более дорогие, то можете зайти и сами посмотреть, что там есть уже в премиум, в люксовом, ну, и так далее. Там, может быть, кого-то интересует мототехника, которую, кстати говоря, я вот не часто покупаю, потому что обычно почему-то мотоциклы на проектах GTA стоят, ну, каких-то запредельных денег. даже не заходил в магазин с мототехникой, поэтому не знаю, какое здесь количество и какой цена у этих вот мототехники. Я зашел только вот в этот магазинчик и следующий, который я посетил, и сейчас я вам его покажу, это магазин грузовой техники. Здесь есть какая-то возможность для того, чтобы возить грузы, видимо, на своей машине. Но это требует 5-го левела, поэтому показать, как это устроено, я вам не смогу. Ну, а транспорт, вот вы сейчас его видите. Вот такие вот машинки здесь представлены. Ну, все то же самое. Цвета добавлены, выбирайте любой. А вот по каким критериям машина здесь расставлена, бог его знает. Здесь и автобусы, здесь же и кемперы, здесь же и тягачи, здесь же и просто фургоны, будки. Поэтому не знаю, вот по какой логике здесь распределены машины. Не знаю. И к сожалению, показать, как здесь на них работать, тоже не смогу. Потому что, как я сказал, перевозка грузов, то ли в организации, то ли частной, не знаю. Но она требует 5-го уровня. Ну, а по уровням, здесь я вам скажу, такие достаточно конские требования. Поэтому, ну, чтобы дожить до 5-го уровня, мне надо здесь потратить огромное количество времени. Чего, конечно же, я сделать не смогу. Ну, а автотранспорт, как он выглядит, и как это вообще выглядит в магазине на этом проекте, вы сейчас видели. А мы переходим дальше и следующее рабочее занятие, которое бы хотелось показать, просто для сравнения. Она называется шахтер. Ну, правда, выглядит это вот таким вот образом. Шахты здесь нету, здесь есть карьер, поэтому лучше бы, наверное, было его назвать каким-нибудь карьерным рабочим, не знаю. Но, тем не менее, названо шахтер. Хотя шахты никакой здесь нету. Работа предстоит нам в карьере, все то же самое, в общем-то, один и тот же скрипт, который здесь очень часто применяется, работа с отбойным молотком. Но, в отличие от той же стройки, в отличие от той же самой работы, только в туннеле, таким, так называемым, дорожным работником, здесь мы делаем все то же самое, но вот метки на карте, точки взаимодействия, стоят на минимальном расстоянии друг от друга. Никакой беготни. То есть, это показывает то, что все-таки разработчики могут делать нормальные рабочие занятия, которые не будут вас долбать, как сумасшедство, с этой гребаной беготней. Потому что, действительно, где-то, наверное, процентов 80 из 100 на этих рабочих занятиях вы просто перемещаетесь от точки до точки. А это убийство времени, это трата времени, бесполезная. Вы ничего не прокачиваете, вы ничего не зарабатываете, вы только бегаете. А это, как я уже и говорил, воровство времени. Здесь же вы можете заметить точки разброса, ну, просто вот буквально там 5 метров друг от друга. Эта работа не напрягает вас нисколько. И если с нее снять вот это вот флеш-наложение сверху с долблением по пробелу в нужное время, то вообще будет работа, ну, наверное, самая лучшая на этом проекте. Потому что, действительно, она ничего от вас не требует. зашли на точку, нажали кнопку Е взаимодействия, посмотрели на анимацию на своего персонажа, потому что работать должен персонаж, прокачивается персонаж, а не игрок. Зачем мне себя прокачивать? Я умею нажимать на кнопку, не надо мне этого скилла лишнего по нажатию на пробел. Мне это ни к чему. Я хочу отдыхать. Я зашел в игру, чтобы отдохнуть. И я наслаждаюсь, смотря на своего персонажа. Еще раз скажу, работать должен персонаж, а не игрок. Вот здесь, в принципе, уже работа гораздо легче, интереснее. Но вот это вот флеш-наложение, оно, я считаю, вообще ни к чему. Как я и сказал, на стоковой версии Детнета нету никаких флеш-наложений. Там просто идет анимация персонажа. Сиди и смотри, как персонаж работает. Ну, а здесь приходится все-таки нажимать в нужный момент вот этот пробел. Да, это не мешки грузить в вагоны, но все равно это не дает вам возможности отвлечься, там, сходить в туалет, налить себе кофейку, попить или еще чем-то позаниматься. Вы должны работать вместо своего персонажа. Но здесь хотя бы не тратишь время на бесполезную беготню по несколько этажей или там километраж по этому туннелю, который я показывал. Здесь это все сделано очень компактно и я считаю, что вот это сделано правильно. Ну, давайте переходить дальше. А дальше нас ждет автошкола. Автошкола по той простой причине, что следующие занятия требуют прав категории B ну или там категории C, которых у нас конечно же нету, а соответственно и ограничивается нам дальнейшее взаимодействие с этими рабочими занятиями. Поэтому надо идти в автошколу. В автошколе хотелось бы только показать само здание. Я на самом деле вижу такое первый раз. Очень красиво оформлено. Тут надо сказать, что вообще к зданиям подошли достаточно интересно. и мэрия хорошо оформлена, и вот автошкола очень красиво оформлена. Действительно вижу такое первый раз. Может быть одна из лучших интерьеров, которые я видел. Ну, а сдача конечно же принадлежит этой сборке. В общем-то достаточно сложные вопросы. Вопросы взяты из книжки. То есть если вы знаете, если у вас есть права в жизни, то вы сдадите. Если нет, то придется где-то брать ответы. Надо также отметить, что нету никакого таймера не на сдачу теории, нету также таймера и на сдачу практики. Но в остальном все стандартно. Отвечаем на 10 билетов. Если вы сдали, то все остальное уже, то есть практическое занятие у вас проходит просто катание. Сдается билет и всего один раз. Дальше просто катаемся по маркерам, причем без разницы сколько это займет времени и какой. Как я, например, катаясь на грузовике, вообще его весь разбил в хлам нахрен. Но тем не менее все сдал. Поэтому вот такое вот здесь сделано сдача экзамена. Ну и теперь уже получив права, мы можем переходить на следующее рабочее занятие, которым будет работа садовника, которая, естественно, принадлежит этой же сборке Детнет. Но она немножко переделана. Переделана не только в плане меню, переделана и с точки зрения автомобиля. Автомобильчик выглядит вот таким вот образом. Ну а дальше все как на Детнет. Заходим в меню, выбираем служебный автомобиль, там берем задание и у нас загорается точка. Но в отличие от стандартной классической сборки Детнет, мы приезжаем на точку и там у нас загорается несколько точек взаимодействия. Мы по ним ходим и что-то там обдуваем, насколько я помню. Здесь же опять все усложнили. Мы едем на точку, на которой есть всего одна точка взаимодействия. Там мы проделаем вот такую вот работу и опять садимся в машину, заходим в меню, выбираем служебный транспорт, выбираем взять задание, загорается следующая точка и мы едем туда. Там опять нас ждет всего одна точка взаимодействия. Вот таким вот образом почему-то разработчики решили, что вот это будет интересней. Не то, что вы будете ходить от точки к точке и зарабатывать и прокачивать своего персонажа, а вот так вот растянуть какое-то и так без того нудное занятие до просто ну невозможной нудятины. Вот не знаю я почему так происходит на этом проекте и зачем разработчики выбрали вот такое вот направление нудности и долгости прокачивания на этом вот проекте. Следующие же работы наверное даже и показывать толком не буду. Так вот сейчас есть несколько кадров оттуда с тех занятий, но это в общем-то то же самое. Точно так же берем машину, взаимодействуем с ней, выскакивает точка на карте, мы едем туда, но там только другая анимация. Анимация здесь применяется вот эта вот, где темнеет экран, а потом персонаж появляется и что-то записывает. Я ее уже не раз показывал, это так называемая работа мехатроника, вообще он должен был ездить и снимать показания счетчика. Но этот скрипт используется очень часто, так как там можно сократить анимацию до вот такого вот, до такой вот писанины в каком-то блокнотике. И здесь она тоже применяется, называется уборщик квартир. Но только вы подходите к дому, экран гаснет, дальше загорается, он что-то записывает и все. Называйте такую работу как хотите. Я уже показывал проект, на котором очень много рабочих занятий было построено вот на этом вот скрипте. Только меняли название доставщик еды, ты приезжаешь, экран гаснет, ты пишешь блокнотики, едешь дальше. И вот так там называли рабочие занятия, а стоял всего один и тот же скрипт. То же самое в общем-то и здесь. Называйте как хотите, этот скрипт подходит под любую работу. Ну а больше показать на самом деле и нечего. На проекте есть еще какие-то интересные фишки, так например здесь у полиции есть собаки, там какие-то овчарки по-моему, они действительно им каким-то образом помогают, но показать этого я вам не смогу. Также не смогу показать и какие-то топовые занятия, потому что они требуют высоких уровней, а уровень здесь качается ну совсем непросто. Ну а как устроена работа, вы сами видите, то есть что-то здесь прокачаться, ну забегаешься в хлам нахрен. Также еще я прочитал, что хотят разработчики сделать фермерское хозяйство, но я поездил, поискал, пока что ничего такого я не нашел и не увидел ни в списках, ни на карте, ни визуально я ничего не увидел. Ну а в целом вы в общем-то наверное понимаете концепцию данного проекта, в общем-то все начальное, то с чем вы столкнетесь, если зайдете сюда, если захотите поиграть, вы вот это вот и увидите. Ну все, что увидит новичок, я в общем-то и показал. Вот такой вот проектик, вот такие вот здесь рабочие занятия, взаимодействия, ну и вообще какие-то механики. Можно было бы еще побегать по магазину, показать как здесь выглядит телефон, планшет, тому подобное, менюшки, но и так уже времени очень много. Так что кому понравился проект, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok